Уважаемые коллеги, Юрий Владимирович Шандропов в начале правления своего задал такой вопрос, при каком строем мы живем, в каком мы обществе. На этот вопрос, видимо, самый информированный человек в СССР на этот вопрос ответить сам не мог. А на самом деле, я думаю, что и он не верил тем лозунгам, очевидно, которые везде висели, зрелый, развитый социализм и так далее. И сейчас, я думаю, мы остаёмся с тем же вопросом, а пока мы на него не ответим, мы не можем двинуться и не знаем, куда нам двигаться. Первый вопрос. Вообще был ли у нас социализм? Если взять, что было на самом деле, то, конечно, это, можно сказать, только самые короткие времена. Военный коммунизм и во время Великой Отечественной войны, когда по карточкам распределяли. А всё остальное – это, на самом деле, нормальный государственный капитализм с элементами, скажем так, государственного федализма. Деревни там, я уж не говорю о специальных зонах и так далее. Значит, при нормальной эволюции, опять же, вот Александр Ильич говорил про революцию, я думаю, что нам всё же надо ориентироваться на эволюцию, на эволюционный путь. По эволюционным путём мы должны были перейти от госкапитализма, госсоциализма и дальше, по мере развития демократии, свобод и так далее, двинуться уже к нормальному социализму. Ну, в принципе, то, что делает Китай. А мы, опять же, пошли революционным путём. И что у нас получилось? Берём известную работу Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Смотрим, сравниваем. Значит, загнивающий. Да, все у нас так считаете, вверху и внизу, в среднем классе. Значит, паразитический. Да, мы не работаем, а живём за счёт продажи того добра, который накопила природа. Дальше смотрим. Финансовый. Безусловно, частные банки и госорганы старательно переводят наши деньги за рубеж. Колониальные. Конечно, Москва-то империя, а все остальные регионы – это колонии. Итак, мы сейчас имеем у нас империализм, который, как учили классики, уже не является капитализмом или ещё не является капитализмом для нас. Но преддверие опять чего-то очень революционного. Почему не капитализм? Потому что капитализм основан на эксплуатации труда капиталом, а эксплуатация – это присвоение прибавочной стоимости. А поскольку у нас трудом полезным никто ничего не производит, присваивать нечего, то нет и эксплуатации. Преддверие чего? А преддверие, значит, краха нашей финансовой и сырьевой модели хозяйствования. Но это опять новая революция. Когда она произойдёт? Когда свершатся следующие три знаковые вещи – исчерпание запасов легкодоступной нефти. Второе – смена нынешних олигархов их иноземными потомками. И третье – вступление нынешних малолетних фанатов в зрелый мужской возраст. На это нужно примерно 20 лет, может быть, меньше. Почему? Потому что любой из этих знаковых переходов может послужить спусковым кличком для народного взрыва. Ну и дальше уже понятно. Но можно ли от победившего в России империализма перейти эволюционным путём к социализму, который основан, как известно, на свободе всех видов труда – предпринимательского, физического, умственного и так далее? Ну, сомнительно, потому что основной экономической предпосылкой к социализму является наивысшая производительность труда. А у нас, вы знаете, как с ней дело обстоит. И тогда, получается, нам нужно сменить курс, перейти к новой экономической модели. А на что нас ориентирует партия правительства? Смотрим, как на самом деле у нас получается. Основные факторы любого производящего общества – труд и капитал. Труд у нас облагается налогами до 70%. Капитал тушится налогами раз, денежными валютными реформами, инфляцией и госкоррупцией. Это тройное четверное налоговое бремя. А без человеческого труда и частного капитала на что можем рассчитывать? Не на что. Далее, капиталист основан на накоплении денежных капиталов. А что у нас с деньгами? Возьмем пример обычной стройки. Потому что деньги, как метр, могут служить средством обращения и средством измерения. Значит, в первом случае у нас 20 работников, и на них только один метр. Как работать? Берем с этого метра еще нарезаем на досках еще 20 метров, и проблема решена. Второй случай. Те же 20 работников, у каждого свой метр, но в одном метре 45 сантиметров, в другом 80, в третьем 115 и так далее. Начали строить, и какой мы будем иметь результат, он понятен. То же самое и с деньгами. Без денег, как средство обращения, можно обойтись и по теории, практически есть такие примеры. А вот без денег, как товара универсального мерителя и соизмерителя стоимости нельзя. И окружающая нас, вот все эти финансовые пенсии и прочее, окружающая действительность нам все это показывают на самых суровых уроках. Значит, а кто у нас работает с деньгами? Кто обеспечивает платежный оборот? Частные банкиры, которых мы видим, либо низкопрофессиональные, либо безответственные, а чаще всего и то и другое вместе. Отсюда два предложения. Первое. Вести лично профессиональное лицензирование банкиров. У нас лицензии требуют на каждый чьих, а к банкам допускают, кого попало. Такого нет ни в одной стране мира. Второе. Создать общенациональную государственную платежно-расчетную систему, в которой бы каждому гражданину гарантировался его личный и вечный номер счета и право бесплатно совершать с него платежи и расчеты. Теперь о доле государства в нашей экономике. Недавно нашему президенту сообщили, что государство у нас занимает 40% в экономике. Он очень удивился. На самом деле, если измерять вместе налоги и коррупционные откаты, то государство вместе с его услугами имеет долю где-то в 50%. У нас есть люди и спецзоны, счастливые люди, и спецзоны, где налоги и взятки минимальные. Значит, для других этот показатель подпрыгивает до 60% и более. Отсюда наше предложение ввести неблагаемый минимум трудового дохода на уровне 10 тысяч рублей в месяц. Примерно 250 евро, в Европе обычно 600 евро. И второе. Вернуть прогрессивную шкалу налогобложения. Значит, говорят, что ее нельзя применить. Но, на самом деле, я бы с этим не согласился. А если что-то так, давайте пригласим в качестве гастарбайтеров не дворников, таджиков, а налоговых основников из Германии или, скажем, США. Они у нас быстро этот вопрос наладят. И говорят, что еще при прогрессивном налоге богатые от нас убегут. Ну и куда же они убегут? В те же США, Францию, Великобританию, Италию, где ставки подоходного налога 50% и более. Тоже сомнительная, не та дорога. Ну и в заключение просто еще одно предложение. Значит, если мы хотим сохранить Дальний Восток и все наше Зауралие, мы должны людям платить только за то, что они там живут, работают, создают семьи и так далее. Если мы к этому не готовы, то давайте хотя бы звоним их от налогов. Самый простой вариант закроем. Завтра все налоговые инспекции за Уралом. Спасибо.